Зачем нужны религии и пророки? Почему Бог допустил искажение других религий? Откуда вы знаете, что Коран не был искажен? Можете ли вы высадить ребенка посреди дороги и ожидать, что он сам сможет найти путь домой? Нет. Не было никаких других религий, кроме одной. Никогда. Вот почему Коран обращается к христианам напрямую, Коран обращается к иудеям напрямую, Коран обращается к идолопоклонникам напрямую. Коран удивительным образом обращается ко всем людям. Коран неспослан для всего человечества. Брат Аннан Рашид, добро пожаловать в наш перекрестный вопрос. В этом выпуске мы хотим задать вам несколько сложных вопросов, которые поступают от атеистов. Когда вы будете готовы, мы начнем. Я готов. Зачем нужны религии и пророки? Религии и пророки нужны для того, чтобы направлять людей. Если у вас нет руководства, если у вас нет инструкции к этой жизни, как вы собираетесь ее прожить? Каждый будет делать все, что ему вздумается. Поэтому должны быть ограничения, должны быть правила, должны быть указания, которым надо следовать, чтобы добраться до пункта назначения. Итак, у нас есть цель в жизни. И эта цель обозначена, четко определена религией и пророками. Пророки приносят нам религию как дорожную карту. Можно сказать, что пророки – это наши проводники, они нас ведут. А религия – это дорожная карта. Мы следуем дорожной карте, чтобы достичь нашей цели. А наша цель – это успех в этой жизни и в следующей. Разве мы не можем справиться с этим сами? Можете ли вы высадить ребенка посреди неизвестной дороги и надеяться, что он сам найдет путь домой? Или так, если вы оставите человека посреди пустыни, в центре некой бескрайней пустыни, сможет ли этот человек выбраться оттуда самостоятельно, без компаса и ориентиров? Нет. Чтобы найти дорогу, вам понадобится путеводитель, понадобятся ориентиры, будь то звезды в небе или же оставленные кем-то следы, вы выберете дорожку, уже протоптанную кем-то до вас. Это ориентиры. Именно поэтому указания и инструкции абсолютно важны для того, кто хочет найти верный путь. И вы не можете оставить человека посреди пустыни без каких-либо указаний и ориентиров и надеяться, что он возьмет и сам найдет верный путь. Каждому человеку нужны жизненные ориентиры, чтобы достичь успеха как духовного, так и физического. Разве нельзя найти цель жизни самостоятельно, без пророка? Это невозможно. Прежде всего, как вы думаете, человек сам определит цель жизни, если к нему не придет пророк, посланный Богом, и не расскажет ему о цели жизни? Вы ведь понимаете, что в таком случае цель жизни у каждого человека была бы своя. Она бы отличалась от человека к человеку, от местности к местности, от культуры к культуре, от эпохи к эпохе. Верно? Люди все совершенно разные, и они в массе не в состоянии найти общую на всех цель жизни. У вас будут миллиарды разных жизненных ценностей. Вот почему Бог, сотворивший нас, посылает пророков, которые говорят нам о конечной цели жизни. И она для всех заключается в поклонении Богу. Только это сделает наш мир лучше. И единственный способ достичь цели – следовать указаниям своего Создателя. Мы ведь получаем инструкции от производителя, когда покупаем автомобиль. Мы получаем описание и инструкцию, из которой узнаем о назначении этого автомобиля, и о том, как именно надо на нем ездить. Точно так же наш Создатель, который создал нас, который создал эту Вселенную, лучше всех знает, что нам нужно делать и как нам надо жить. В конечном счете, цель жизни определяет Создатель. Если есть Создатель, а Создатель есть, то мы следуем Его Слову, и Его указания важнее, чем чьи-либо еще. Почему Бог допустил искажения других религий? Бог допустил искажения других религий, потому что они изначально не задумывались вечными. Они были изначально не для всего человечества. Они были неспосланы для конкретных народов в конкретное время. Если бы эти учения не исказились, то эти люди продолжали бы следовать им как истине в последней инстанции, или как вечной истине. Но они не были неспосланы до конца времен. Они были временными и для конкретных народов. Им изначально не суждено было стать последним посланием всему человечеству. Так, например, когда посланники приходили к израилетянам, они приходили в их местности, к их людям, в те времена, и посланники были отправлены в каждое поселение, или, скажем, в каждую населенную местность, или каждому народу для решения определенных задач. Когда цели были достигнуты, послание теряло актуальность, оно отменялось, потому что после него приходило новое послание. И когда приходит новый свод правил, какой смысл отстаивать старый? Так что, на мой взгляд, Господь допустил забвение или искажение старых посланий, потому что они не были универсальными, они были не для всех народов, а лишь для отдельных людей отдельного времени, а в конце с ней зайдет нечто новое, общее. Разве нельзя было эту последнюю религию не спаслать сразу? Не было никогда никакой другой религии. Никогда. Всегда существовала лишь одна религия для всех людей. Но они были ограничены морем, сушей, препятствиями и окружающими их опасностями. Раньше, как вы понимаете, люди не путешествовали по всему миру, как мы сегодня. Они были довольно ограничены своей географией, поэтому когда к ним приходило сообщение, это сообщение было именно для них. И когда пришел Лут, алейхиссалям, он пришел только к своему народу. Он не пошел к народу Ибрахима со своим посланием. Когда Яхья, алейхиссалям, пришел во времена Иса, алейхиссалям, то Яхья, алейхиссалям, делал свою работу, а Иса, алейхиссалям, свою. Даже при том, что два пророка могли одновременно вести призыв, каждый из них занимался своей задачей и решал отдельную проблему. Таким образом, было конкретное послание у конкретного пророка к конкретному народу, и эти послания не относились больше к другим народам. Но Коран уже для всех. Коран был не спослан, когда мир стал развиваться динамичнее. Люди, особенно на Ближнем Востоке, узнавали друг друга все лучше. Христиане, евреи и арабы к тому моменту знали друг друга довольно хорошо. Именно поэтому Коран пришел для всех них. Вот почему Коран обращается непосредственно к христианам. Вот почему Коран обращается непосредственно к еврейскому народу. И вот почему Коран обращается непосредственно к идолопоклонникам. Коран удивительным образом обращается ко всем людям. Коран неспослан для всего человечества. Коран пришел для ан-нас, что с арабского означает «люди». Откуда вы знаете, что Коран точно не изменился? Хороший вопрос. Мы знаем это, потому что у нас есть копии со времен сподвижников пророка, алейхиссаляту ассалям, тех, которые получили Коран непосредственно от самого пророка, саллиллаху алейхиссалям, и записывали копии Корана. Эти копии сохранились и доступны в наши дни. Мы можем их увидеть лично, мы все еще можем их прочитать. Одна из них находится во дворце Топкапы в Турции, другой в Санкт-Петербурге, еще один в Ташкенте, еще один в мечети Хусейне в Египте, и еще есть рукописи Сана из Йемена. Все они задокументированы. Мы сегодня можем прочитать Коран первого века Ислама, когда большинство сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссаляту ассалям, были живы. И они сами, предположительно, читали по этим самым копиям. У нас есть эти копии. Если мы сравним эти копии текста с текстом, который мы читаем в современных изданиях, он точно такой же, слово в слово. Слово в слово. Копии, которые читали сподвижники, ученики пророка Мухаммада, саллиллаху алейхиссалям, точно такие же, как те копии, которые мы читаем сегодня. Вот откуда мы знаем, что Коран ничуть не изменился. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Мы еще вернемся с более сложными вопросами. Ладно, без проблем. Задавайте свои вопросы. И мы сделаем то же самое, иншаллах.